Суперкубок проходит впервые в истории российского керлинга. На арене Ледяной Куб встретились сильнейшие составы российских женских команд. За звание лучшего скипа страны борются Анна Сидорова и недавно вернувшаяся в большой спорт Ольга Жаркова. Подготовка была унифицирована, были предоставлены одинаковые абсолютно возможности обеим командам. Сейчас им надо показать все, на что они способны, показать свой уровень подготовленности. В условиях бескомпромиссной, тяжелой, принципиальной спортивной борьбы. Первая встреча керлингисток состоялась 20 октября и по результатам первого тура со счетом 1-0 вперед вырвалась команда во главе с Жарковой. И сегодня во втором туре борьба двух сильнейших команд сборной России продолжилась. Итог встречи определил экстра-энд, так как счет по количеству набранных очков был равным 6-6. В итоге вырвать победу и загнать камень в дом вновь удалось команде Ольге Жарковой. Пока все идет по плану, нам нравится, конечно, есть что можно еще улучшить. Но обстановка здесь хорошая, нам нравится здесь играть. Наверное, кардинально ничего не будем менять. В том стиле, в котором мы играем, будем продолжать играть. Сборная команда во главе с Анной Сидоровой сдаваться не намерена. По словам игроков, они старались сделать все возможное, чтобы выиграть тур. Создавали для соперников сложные ситуации и делали много хороших бросков. Играть до четырех побед. Шансы у нас еще есть, поэтому не расстраиваемся. Конечно, надо повышать уровень местиства свой. Играть гораздо лучше. И тогда все получится. Впереди у команд еще как минимум три тура. И кто станет лучшим и получит путевку на чемпионат Европы, покажет лишь игра. Татьяна Ногорская, Борис Осин, телекомпания ФКТ.